всем привет в пятницу побывал на концерте группы чиж и компания в крокусе приуроченному 25-летнему юбилею группы ну что могу сказать это конечно не передовые рубежи современной рок-музыки а больше история но мне понравилось вроде бы ничего нового но сделано добротно и профессионально звук был отстроен очень хорошо может не опять с плюсом но на 5 баллов точно не громко и не тихо слышен каждый инструмент барабаны звучат сочно бас незаметен но уверенно держит на себе всю музыку голоса разборчивы и в то же время не торчат характерный рок-н-рольно-блюзовый саунд в целом к звуку подход грамотный и профессиональный помимо хорошего звукорежиссера хороший звук им помогали делать и отличные инструменты чиграков играл на электрическом паркере и акустической гибсон блюз кинг гитарист михаил русин на кастомовском фендере телекастере special edition клавишных не было но перкуссионист евгений баринов периодически использовал электроаккордеон фирмы ролланд бас-гитарист алексей романюк работал на рок-бас корвет на какой ударной установки держал ритм денис василевский я не разглядел помимо этого вокал сергея чигракова поддерживали две бэк-вокалистки дарья чигракова и марина шалагаева группа профессионально выросла за эти годы и последнее время играет очень неплохо я обратил на это внимание во время их выступления на квартирнике у маргулиса где-то полгода назад особо хотелось бы отметить двух музыкантов гитариста михаила русина и барабанщика дениса василевского который играет в группе с 2018 года русин если использовать гастрономическую терминологию играл очень вкусно все его соло и рифы и по тембру и по громкости и мелодически и ритмически были очень уместны и самое главное четко соответствовали рок-н-ролль на блюзовой стилистике барабанщик же денис василевский так тот вообще был выше всяких похвал виртуоз очень тонко чувствует и ритм и стиль все переходы и сбивки были оригинальные подчеркивали и дополняли музыкальную мысль вложенную в каждую песню барабаны звучали то мощно то изящно но в любом случае уместно в зависимости от исполняемой песни думаю именно барабанщик и гитарист серьезно подняли профессионализм группы для чигракова это очень удачное приобретение задержатся ли они в группе надолго покажет время но в первую очередь это зависит от самого чигракова будет ли он сочинять новые песни если нет то уйдут точно не интересно хорошим музыкантом играть одно и то же музыка у группы простая поэтому конечно же они играли и пели вживую только в заключительном припеве одной какой-то песни зазвучали фонограммные подпевки что было очевидным так как девчонки в это время просто стояли на сцене возле микрофонов зачем чиграков это сделал я так и не понял так как эти партии спокойно могли пропеть бэк-вокалистки у которых кстати были прекрасные голоса что они и подтвердили спев по одной песне сольно может звукорежиссер заснул или включил по запарке непонятно но это однозначно было ни к чему в любом случае это был хороший ностальгический рок-концерт из зала женщины кричали они разделенной любви к чигракову а мужики фамильярно кричали ему серёга жги сказывается видать алкогольное прошлое которое позволяет кому-то фамильярничать если же перейти от концерта с достойным исполнительским уровнем и хорошим звуком к самому творчеству чижа то отмечу следующее первое это отсутствие нового материала и не только в концерте на концертах это простительно ведь публика всегда хочет слушать известные и полюбившиеся хиты отсутствие нового материала вообще в жизни последний студийный альбом нечего терять 1999 года выпуска последний совместный альбом с группой разные люди под названием один день вместе 2012 года в одном из своих интервью чиграков сказал что последний раз сочнял песни в 2011 году а второе и на мой взгляд более существенное это то что тексты песен чигракова по моему сугубо субъективному мнению не соответствует музыки музыка на мой взгляд у него лучше чем тексты тексты песен обычная обывательская бытовуха никакой поэзии хотя может быть в этом и есть поэзия сергея чигракова ведь людям нравятся все эти его нехитрые бытоописания нашей жизни в коморке что за актовым залом репетировал школьный ансамбль вокально инструментальный под названием молодость ударник ритм соло и бас и конечно ионика руководитель был учителем пения он умел играть на баянии еще была солистка леночка та что училась на год старше у нее была склонность к завышению она была влюблена в ударника и так далее и тому подобное вы все конечно слышали прекрасная стебная вещица которую очень хорошо петь где-нибудь в подъезде или в дворовой беседке на расстроенной гитаре и в этом дворовом окинном повествовании есть некая прелесть которая и нравится публике но это не поэзия или я ничего в ней не понимаю но вот когда в игру вступила настоящая поэзия то все зазвучало совершенно по-другому на порядок выше я имею ввиду когда чиж исполнил песню высоцкого здесь лапы у елей дрожат на ветру которую он очень хорошо дополнил своей профессиональной аранжировкой это уже было то что можно называть искусством другими словами профессиональную поэзию высоцкого он дополнил своей профессиональной музыкой то есть дополнил тем чего не было у высоцкого а свою профессиональную музыку он дополнил профессиональной поэзии то есть дополнил тем чего не хватает ему самому и получилась прекрасная синергия в одном из своих блогов я приводил в пример Александра Маршала и Николая Носкова, которые не жлобятся и для создания своих песен привлекают профессиональных поэтов. Такой подход позволяет профессионально расти, если сам не владеешь поэтическим словом, и к тому же значительно улучшает финансовые показатели твоего творчества. На Акыне и дворовом стебе далеко не уедешь, в Камеди Клаб стебутся намного круче, все темы уже перестебали, ничего живого уже не осталось, поэтому наверное и не сочиняется с 2011 года. Но в любом случае концерт был отличный, за последнее время лучшее, что я посмотрел. Я имею ввиду по звуку и по профессионализму. Поведение на сцене естественное, без пафоса и заученных до пошлости рокерских телодвижений, как у взрослых мужиков из арии. Выстроиться в кара и давай волосенками в такт махать. Все было достойно. Повторюсь, я провел хороший вечер, без разочарований. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok